Мы продолжаем готовить наш сад к зиме. Если вы сняли урожай, ваши деревья, в принципе, здоровые, лишайников нет, а у вас есть много свободного времени и хорошая сухая погода, то можно приступить к такому важному этапу, как покраска стволов и защита от вредителей, таких как мышки. Дело в том, что не всегда у нас получается осенью выкроить время, не всегда там бывает хорошая погода, поэтому ловим момент. У нас уже два дня без дождей, обещают хорошую погоду солнечную, и краска, которую мы нанесем на деревья, за эти дни успеет прекрасно высохнуть и закрепиться. Итак, у нас перед вами молоденькая вишенка. Перед тем, как ее покрасить, мы осматриваем ее ствол на предмет различных повреждений. Если вдруг, не дай бог, где-то появилась поросль, немедленно ее удаляем. Поэтому поросли не место у нас в саду. Для покраски лучше всего, конечно, брать краску, которой уже содержатся фунгициды. Но если у вас она вдруг резко кончилась, купить не успели, можно использовать любую светлую краску фасадную для интерьеров, главное не латексную, с добавлением фунгицидов. В данном случае можно использовать обычный медный купорос. Как определить, сколько нужно в таком случае краски? Когда мы защищаем наши деревья от болезней, идет концентрация 1-3%. Это значит, если у вас есть килограммовая баночка краски, то можно добавить 30 грамм медного купороса. Это одна столовая ложечка. В таком случае вы получите 3% краску с содержанием купороса. И такая краска, во-первых, будет иметь интересный голубоватый оттенок, а во-вторых, она будет работать и как профилактика раковых болезней, и даже как лечение. Но поскольку у нас краска хорошая, своя, садовая, пользуюсь ей уже не первый год, кстати, она есть у нас в магазинах на Кирово-3, на Куйбышево-69 и кисточки. Какими кисточками можно пользоваться? У меня всегда в арсенале их несколько. Про запас. Кстати, об этом отдельный разговор. Плоская, тоже хорошо работает. Круглая, прекрасно набирает краску. А вот эта радиаторная кисточка, я всегда их покупаю каждый год, потому что ломаю. Я их обязательно имею в арсенале для того, чтобы закрашивать ранки высоко в кроне дерева. Изогнутая головка позволяет прекрасно наносить красочку на самые сложные срезы на большой высоте. И чем длиннее ручечка, тем лучше. Но для покраски наших деревцов нам понадобится либо круглая, либо плоская кисточка. На ваш выбор. Почему именно плоские кисточки у меня в арсенале? Такими кисточками очень хорошо промазывать развилки острые. Смотрите, как хорошо она туда заходит и выходит. Промазывает самые, так сказать, аварийно опасные. Тогда так круглую не всегда всадишь. Не всегда удобно. Поэтому всегда должны быть разные инструменты. Итак, у нас хорошая садовая краска, проверенная. У нас моя любимая кисточка и вишенка, которую обязательно нужно покрасить. Дело в том, что если это не сделать, то зимние перепады температур, особенно яркое солнышко февральское, может привести к образованию очень неприятных морозобоин. Прокрашиваем тщательно. Особенно тщательно прокрашиваем развилки. В них часто скапливается влага. Скапливаются мхи, лишайники. И именно там, если происходит какая-то неприятность, поселяются часто грибочки нехорошие, и начинаются болезни. Поэтому профилактика болезней коры древесины. Срезы старые, трещины. Вот здесь, видите, был удален сучок. Он рубцуется. Промазываем особенно тщательно. Хорошая вишенка. Я обычно стараюсь покрасить как можно ниже. Дело в том, что отмечено, что мыши не очень любят грызть краску. Не нравится она им, и все тут. Вишню, конечно, мыши практически никогда не повреждают. Они предпочитают яблоню. Но мы с вами рисковать не будем. Тем более, что когда дерево покрашено аккуратно, это выглядит очень красиво и привлекательно. На какую высоту нужно красить деревья? Главное, чтобы были прокрашены основные скелетные развилки первого яруса. То есть красить до самого верха вам ни в коем случае не нужно. Основные морозобоины сконцентрированы вот именно ствол и основание первых развилок. Вот их мы и красим. Ну и небольшой совет лично от меня. Я всегда стараюсь, когда крашу сад, чтобы высота побелки, покрашенной части, у всех растений была приблизительно одинакова. Мне просто нравится порядок. Промазываем все трещинки. Вот здесь вот. Иногда на коре деревьев, вперед активного роста, особенно после дождей, появляются ростовые трещины. Это ничего страшного. Это нормальный, естественный процесс. Его, пожалуй, можно сравнить с растяжками на коже. Но если эти трещины оставить без внимания, они тоже могут стать причиной, так сказать, выходными воротами какой-нибудь болезни. Поэтому при покраске мы эти трещины ростовые тоже тщательно закрашиваем. Если для вишни, черешни, сливы, алычи и даже груши мышки угрозы не представляют, за всю свою работу я не видела ни одной погрызанной мышами вишенки, то вот для яблони как раз наоборот. И чем моложе яблонька, тем она для мышей привлекательней. Если честно, за свою жизнь я видела столько погрызанных мышами яблонь, что можно было заложить в производственный сад. В отдельные годы они просто идут по саду, как монголо-татарское нашествие, буквально повреждая, подгрызая у основания каждое деревце. И это действительно беда. В таких местах появляются язвы, раковины, и дерево погибает. Чтобы этого не произошло, помимо покраски мы обязательно защищаем наши яблони различными доступными нам способами. Это может быть специальная трубка-чехол. Она одновременно выполняет функцию защиты от солнечных ожогов и морозобоин. Это может быть лапник, еловый, сосновый, любой хвойный. В данном случае местный можжевельник пожертвовал нам немножко своих веточек. Это может быть даже разрезанная пластиковая бутылка, которую можно одеть на основание штамба. В данном случае мы ограничимся веточками. Нужно их же куда-то девать. Ничего не должно пропадать впустую. Но сначала мы удалим поросль на стволе. Кстати, перед тем, как красить деревья, если есть прикорневая поросль, пневая, стволовая, обязательно ее удаляем. Ее быть не должно. Поэтому аккуратненько удаляем на колечко. Вот наплыв с тем, чтобы это хорошо зарубцевалось. И только после этого приступаем к покраске. Кстати, если кора у дерева гладенькая, деревце молоденькое, нет ни мхов, ни лишайников, как есть, так и красим. Но если ваше дерево в возрасте, кора шершавая, уже шелушится, отпадает верхний отмерший слой, то аккуратненько ладошкой счищаем всю отмершую кору, и только после этого приступаем к покраске. Итак, как и в предыдущем случае, обязательно красим, захватывая основание скелетных развилок первого яруса, промазывая тщательно развилочки. Все это профилактика болезней коры и древесины, которая обеспечит хорошую, длительную, продуктивную жизнь дерева. Вот здесь как раз повреждение от триммера. Триммер – это враг, блин, сада! Приходится хорошенько затирать эти ранки. В данном случае бутылка была бы даже предпочтительней. Из-под кваса желательно. Хорошая бутылочка, которую можно разрезать и одеть на наше деревце. Если честно, по-моему, я рисую лучше, чем некоторые современные художники. После того, как краска высохла, приступаем к защите наших садов от мыша. Как я уже говорила, мы сегодня будем защищать яблоню ветками можжевельника, которыми он любезно поделился с нами. Главное правило при использовании лапника – всегда ветки размещаем верхушками вниз. Почему? Дело в том, что иголочки, когда мышка лезет, полезет, если захочет полезть, конечно, ей будут причинять дискомфорт и страдания. И мышка туда не полезет. Итак, прислоняем верхушечками вниз. Пускай оно даже немножко стелется на землю. Прям дерево в такой вот юбочке. Берем шнурок и закрепляем на стволе. Это, получается, самый экологически чистый и безопасный способ защиты. По весне вы снимете этот лапник. Вы можете его либо сжечь, либо положить в компост, либо положить под свой куст любимой голубики. Сейчас еще подвяжем немножко. У нас клубочек волшебный. Аккуратненько прихватываем еще снизу. Ну, все, лапки плотно прилегают к земле. И доступ мышкам к стволу, к телу яблони закрыт. Кстати, если вы собираетесь сажать осенью сад, не забудьте замочить свои саженцы или пролить их, а лучше и то, и другое. Профит универсальный стимулятор. В нем содержится комплекс аминокислот и гуминовых кислот, которые помогают растению очень быстро образовать новую корневую систему. Дело в том, что несмотря на то, что растения, саженцы, мы пересаживаем уже фактически в состоянии покоя, корневая система их не спит. Как только они попадают в почву, они начинают активно образовывать новые корешки с тем, чтобы подготовиться к переходу в зиму. И если мы добавим хороший биостимулятор, соответственно, укоренение будет более успешным, более активным, а перезимовка благополучной. Проливка такими биостимуляторами не помешает и для ослабленных растений в саду, у которых был сложный период в августе-сентябре, в период засухи. Поэтому мы свою яблоньку тоже прольем. Итак, сегодня мы с вами сделали два очень важных дела по уходу за садом осенью. И нам осталось еще одно очень важное мероприятие. Борьба с амхами или шайниками. Но мы ее с вами рассмотрим чуть позже, когда опадут все листья и растения войдут в состояние надежного физиологического покоя. Потому что препараты, которые при этом используются, довольно-таки жесткие. На этом я прощаюсь с вами и надеюсь, что наши занятия по уходу за садом пригодятся и вам. И ваши деревья будут долговечны, урожайны. И радовать вас, конечно, своим прекрасным цветущим видом. Процветание и вам. И до новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин